Почти неделю назад несколько сотен жителей Дагестана захватили аэропорт Махачкалы. Они приехали туда, чтобы проверить, есть ли на борту самолета из Тель-Авива израильтяне и евреи. Сначала они обыскали помещение аэропорта. Куда идти нам? Куда идти? Здесь нет. А потом выбежали на взлетно-посадочную полосу и пытались попасть в самолет. Позже несколько десятков человек задержали полицейские, а другие участники беспорядков уехали из аэропорта сами. Что это было? В этом выпуске шумоизоляции мы вспомним, что предшествовало беспорядкам в аэропорту Махачкалы и будем вместе искать ответы на главные вопросы вокруг антиизраильских акций на Кавказе. Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Первые антиизраильские акции начались на Кавказе две с половиной недели назад, через 10 дней после того, как боевики Хамас убили сотни мирных израильтян, а израильская армия в ответ начала готовить наземную операцию в секторе газа. Почему жители Дагестана так на это отреагировали? Они считают себя частью большого исламского мира и очень сильно сопереживают палестинцам. Сначала акции в поддержку Палестины проходили в Дагестане сравнительно спокойно. В селах проходили автопробеги и шествия, люди собирались на митинги. Полиция следила за порядком и лишь изредка вмешивалась. Ситуация накалилась 29 октября. В Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр, а в Хасавюрте несколько десятков человек пришли к гостинице. Они хотели проверить, есть ли среди постояльцев евреи. Ну а вечером того же дня люди собрались в аэропорту Махачкалы. В беспорядках участвовали несколько сотен человек, из них задержали более 80. Как на эти события отреагировала власть? Глава Дагестана Сергей Меликов сделал первое заявление вечером 29 октября. Он назвал захват аэропорта грубым нарушением закона и осудил участников беспорядков. На борт, быстро все на борт! В его ночном заявлении для меня важен вот этот фрагмент. Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины. И в 99-м году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана. И сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику. Меликов сам подсвечивает противоречие, которое на виду. Якобы нацисты в Украине. Но вот еврейские погромы почему-то произошли в одном из российских регионов. Многие пользователи соцсетей отреагировали на это заявление примерно такой фразой. Не очень понятно, какую страну надо деноцифицировать. На следующее утро глава Дагестана выступил с заявлением. Он сказал, что беспорядки спровоцировали предатели и бандеровцы из Украины. По словам Меликова, именно они администрировали телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором и появились призывы приехать в аэропорт. Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами. Эту мысль Меликов повторил еще раз, но уже в эфире Владимира Соловьева. Прежде чем ответить на вопрос, кто виноват, надо ответить на вопрос, кому это выгодно. Я надеюсь, что теперь становится понятным, кому была выгодна вот эта акция, вот эти массовые беспорядки. И заметьте скорость, которую Запад подхватил, стал давать комментарии. События начаться не успели, как уже пошли с Запада осуждения. Еще не разобрались, как стали обвинять Россию в антисемитизме. То есть они знали, что, когда и где будет. И сколько бы раз Меликов не сказал о том, что поведение толпы предсказать невозможно, что спрогнозировать такое развитие событий было трудно. Никаких других причин, кроме провала работы силовиков, я не нахожу. Сообщения в телеграм-канале «Утро Дагестана» появились еще днем, поэтому времени отреагировать на них было достаточно. И важный штрих к портрету самого Меликова. За его плечами военная служба, множество наград, и почти все они связаны с Северным Кавказом, и высокий пост в Росгвардии. Ничего из этого ему не помогло предотвратить беспорядки. Еще один важный вопрос. Что теперь будет с участниками событий в аэропорту Махачкалы? Есть три варианта развития событий. Первый. Ситуацию постараются спустить на тормозах. Среди возможных наказаний штрафы и условные сроки. Возможно, кто-то получит и реальный срок, но это будут единицы. Простить участников беспорядков призвали двое известных спортсменов из Дагестана. Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Оба опубликовали одинаковый пост в соцсетях, но Хабиб сделал приписку «Аллах прощающий и любит прощающих». На это сообщение ответил глава Дагестана. Он сказал, что наказывать будут только тех, кто участвовал в беспорядках, но со всей строгостью закона. Никто не погиб, два человека или три получили травмы. В этой степени, наверное, и будут привлечены к ответственности те, кто подпадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И это второй сценарий. Причем в разговоре с Путиным Меликов пояснил, что в первую очередь будут наказаны те, кто организовал беспорядки. Но и третий сценарий нереалистичный. Ждать, что суд разберется в ситуации в соответствии с нормами законов, не приходится. И похоже, что в этот сценарий не верят ни сами власти, ни жители региона. Самый главный вопрос для меня – что теперь будет с евреями на Северном Кавказе? Представитель главного равената России в Дагестане, Авадий Исаков, еще до событий в аэропорту Махачкалы, не исключил, что из-за антисемитских акций членов диаспоры придется эвакуировать. Ситуация очень тяжелая в Дагестане. Люди из общины боятся. Они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал, «Ну вы же видите, что вы делаете с их детьми там?» Она попыталась объяснить, что Хамас делает, но для участкового все наоборот. «Весь мир перевернут для него и для всех остальных», сказал Равин. Промежуточный итог этой истории подвела журналистка Фарида Рустамова. В ее телеграм-канале появилась запись, «Как вызвать антисемитские беспорядки?» Пошаговая инструкция от российских властей. Там три пункта. Первый. Годами закручивайте гайки до предела, чтобы люди не могли выражать никакие политические требования. Второй. Начинайте войну с соседом и используйте все другие конфликты в мире для ее нормализации в сознании граждан. Ну, все же со всеми воюют. Значит, и нам можно. Третий. Посылайте неоднозначные сигналы сами, заигрывая с террористическими организациями типа Хамас и не одергивайте радикальные призывы своих региональных султанов. Готово? Выйти из этой ситуации можно было бы с помощью диалога. Вдумчивого, долгого и уважительного. Но пока российские власти предпочитают разговаривать со своими гражданами с помощью угроз, манипуляций, а иногда и дубинок. В такой ситуации мы будем иметь еще один замороженный конфликт. Это была шумоизоляция. Следующий выпуск смотрите через неделю. Ну, а пока у вас есть возможность поддержать наши медиа, чтобы мы продолжали делать независимую журналистику о регионах России. В описании к этому ролику вы найдете несколько способов отправить нам донат. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok